Всем привет! И сегодня традиционный анбоксинг или по-русски анбоксировка. И вот у нас сегодня вот такой вот интересный черный квадрат. В принципе, это коробочка. Сейчас я покажу вам, что это. Это так называемое фото аксессори, которое называется Lightsphere Collapsible Speed Mount. Производство человека и компании Гарри Фонг. Ну, такой вот сейчас быстренький ракурс в историю. Значит, лет 11 назад товарищ Гарри Фонг, канадец, успешный уже к тому времени фотограф и бизнесмен. Он стоял у истоков дигитальной фотоальбомизации. Он был свадебный фотограф, снимал также много известных личностей. И вот он стал производить интересную вещь. Тоже фото аксессуар, который назывался Light Sphere. То есть, такая световая сфера. Значит, вначале она выглядела немножко по-другому, что-то вроде этого. Это была первая. Потом стала LS или Light Sphere 2, которая уже выглядела вот так вот. Вот эта вот штука одевалась на вспышку. В принципе, выпускалась под несколько вспышек, под маленький, побольше. Вот. Делалась из такого чего-то или твердого силикона, или мягкого пластика. Я даже не знаю, как сказать. Все это производилось в Штатах. Самое интересное. В Штатах, в Канаде. Как-то одевалась. К нему шел еще такой же вот амбардом. Оранжевая такой вот крышечка. Потом третье поколение. Это появилось у нас. У меня, к сожалению, этого нету. Это такой вот универсальный Light Sphere. Это, в принципе, шло точно такое же, только вот такие вот лепесточки. Сюда вставлялся ремешочек. И одевалась на вспышку, затягивалась. Вот. Работала со всеми вспышками. Потом, вот у меня четвертый вариант. Это так называемый Light Sphere Collapsible. Сейчас я покажу. Вот такая вот штуковина. Очень удобно в сумке. Вот она уже вот так вот делалась. И, наконец, я купил... Кстати, как... Опа! Magic! Купил пятую версию этого Light Sphere. Я расскажу, в принципе, что это такое. Тут я вам уже всю историю рассказал. Значит, это, в принципе, диффюзор или диффузор, или рассеиватель. Световой рассеиватель, который ставится на вспышку. Вот, например, на такую обычную, кеноновскую 600-ю. Нелегкий, скажем так. Но работает хорошо. Кстати, это тоже подходит к 600-й вспышке. Но она довольно-таки тяжело сюда одевается. Поэтому я решил не портить вспышку и купить именно вот такую вот вещь. Рассеивает свет просто классно. Параллельно я сейчас вам это распакую. Моим верным ножом Wenger. Итак, сделано... Можете посмотреть. Сделано в Соединённых Штатах. Здесь мы видим картинку, как это с диффюзером. Как это, вернее, без диффюзера. Например, вспышка вверх или вперёд. И как с диффюзером. То есть, видим мы небольшую тень. Но в то же время всё-таки... Так вот, всё это хорошо заполняется. Сейчас я её открою. Открывается она так. Так. Здесь мы находим ещё что интересного. Вот такую вот карточку. Значит, в каждой коробочке они все, в принципе, выглядят очень похоже. Гарри Фонг кладёт такую карточку, в которой он рассказывает, как снимать, с каким ISO, с программой или это не программой, мануально. Я снимаю мануально. Вот. Везде он советует ставить TTL. Но это уже, в принципе, такое дело. Вот, кстати, как это вот всё выглядит. То есть, можно поставить так, можно так, можно с вот этой вот штуковиной снимать, можно без. Здесь он показывает, как одевается. Вот инструкция, как одевается на вспышку. То есть, в принципе, он рекомендует... Вот мы сейчас это вытащим. Вы увидите. Вот такой вот прекрасной зелёной бумажки. У него всё чёрно-зелёное. Вот это мы всё раскрываем. Вот такое оно... О-о-о-о! Секси. Бумажечку мы откладываем. Вот так выглядит эта штуковина. Значит, сначала мы выдавливаем вот это вот. И-е-е-е! Так. Выдавили. О! Вот так это выглядит штуковина. То есть, нам уже не нужно ремешочек заправлять. Итак. Берём вспышку, шестисотку. Самую большую. Итак, как оно показано. Значит, берётся... Ага. Вот так. Одевается... Значит, каждый раз Гарифонг рекомендует поставить вспышку не так, а вот. И я потом расскажу, почему так удобнее. Это действительно удобно. Потом берём... Вот. Это велкро мы расширяем немножечко, потому что у нас вспышка большая. Берётся вот таким образом. Вот так вот до конца. Окей. Затягивается. И... И вуаля! Вот. Я вот тяну довольно удобно. Я даже могу приподнять это. Вот я держу вот эту. И оно держится. Гарифонг всегда, когда показывает свои видео, вы можете посмотреть на Ютьюбе, он довольно интересно это всё рассказывает. Вот. Он даже берёт, ставит это вспышку на камеру, одевает эту штуковину. И даже последний раз я видел, он поставил на камеру и на штатив. И всё это поднялось вместе. То есть, это довольно крепкая конструкция. Теперь. Вы можете снимать с открытым этим. То есть, например, когда у вас высокие потолки. В помещении. Вы можете снимать с закрытым. Вот так. Это вот так вот ставится. Всё. У вас получается, как вы уже поняли, рассеиватель. Он выглядит довольно странно. А вот когда я начинал с этим снимать, и когда он был, этот рассеиватель, в... То есть, не выпуклый, а вогнутый туда. Вот этот вот. Вот так ставил. То когда я снимал на различных свадьбах, люди подходили, спрашивали, что это такое. Ну, я парень весёлый. Тем более, это торжество. И я им говорил, ну, это понятно для чего. Это чтобы вот сразу налить сюда. Ты фотографируешь. Налил, выпил, закусил. И всё. И вперёд. Вот вы видите здесь. Garifong.com. Кстати, зайдите, посмотрите. Там ещё разно всякие вещи есть. Почему он рекомендует ставить это так? Значит, когда эта вспышка стоит на камере. Допустим, это вот вперёд. Мы берём вот. И поворачиваем вот так камеру. То есть, не нужно вспышку делать. Вот так, вот так делать чего-нибудь какие-то. Мы ставим так. И... Оп. То есть, минимум движений. Минимум движений. Это, вы знаете, секунда-две. Это на свадьбе, на съёмке какого-нибудь торжества или чего-нибудь. Это может быть довольно много. Вещь работает. Многие говорят, что нет, это всё ерунда, всё фигня. Можно обычную поставить, как он называется, стофен. Это вот эта вот фигня. Такая вот. В принципе, да. Оригинальный стоит довольно дорого вот такой. Этот дешёвый был, по-моему, доллар. Но вот эта штука практически не работает. То есть, как объясняет сам Гарри Фонг, и, в принципе, это действительно логично. Вот эта штука, это уже маленький софтбокс получается. Конечно, здесь тоже свет проходит, но, в принципе, нам это и нужно. Потому что мы снимаем ненаправленный свет. Хотя направленный можно снимать тоже. Мы делаем вот так и всё. Вот направляем и вперёд. Особенно на улице это удобно. Так он как бы освещает всё вокруг. И получается довольно неплохо. Вот этот рассеиватель, он такой вот... Практически это та же вспышка, только немножечко более рассеянный свет. То есть, получается вот такой вот лучик. Может быть, такой чуть больше. Здесь мы получаем большой объём. Вот. Но получается, конечно, немножко тяжелее. Если камера, вспышка. Вспышка не слабая. Такая у нас... Вот. И эта штука, она довольно получается увесистая. Но надо качаться. И у нас была распаковка новой лайтсферы Гарри Фонга пятого поколения. Универсальной и быстро одеваемой. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok